Шелковский Спартак! Шелковский Спартак! Футбольный клуб «Спартак-Щелково». Если вы забыли это название, то вспоминайте. Если помните и любите, то радуйтесь. Легендарный для нашего города клуб возрождается, и мужская взрослая команда уже вовсю готовится к выступлению для начала в первенстве Московской области. В этом году мы решили активизировать нашу деятельность, зарегистрировали юридическое лицо. И теперь наша некоммерческая организация, футбольный клуб «Спартак-Щелково», начала активную деятельность в Щелковском районе, в городском округе Щелково. У нас не футбольная команда, у нас целый футбольный клуб. То есть у нас в перспективах развития, как в клубе, структуры целой. То есть это будет и мужская футбольная команда, основная, дубль, которая предполагается, что будет играть на район. А дальше поддержка детских футбольных команд. Учрежденный новый предсезонный турнир назвали его «Кубок Спартака». В течение двух недель он проходил в поселке Фрянова на недавно реконструированном стадионе «Труд». Участвовали четыре команды – «Спартак-Щелково», «Олимп-Фрязино», местный фряновский «Факел» и «Озера-Сити», как несложно догадаться, из «Медвежьих озер». Оба матча заключительного дня оказались решающими. «Озера» и «Факел» боролись за третье место. «Спартак» и «Олимп» спорили, кому достанется главный приз. Напомним, что в недавнем прошлом «Спартак» был флагманом всего щелковского футбола. В 90-х – начале 2000-х годов команда гремела на уровне второй профессиональной лиги российского футбола. Это была команда «Мечта щелковских болельщиков». Три года подряд в 98-2000-м годах «Спартак» входил в призовую тройку. Во время домашних матчей улицы пустели, мужчины собирались на стадионе. И руководство нынешнего футбольного клуба ставит весьма амбициозные цели и задачи. Возрождаем мы футбольные традиции в городе Щелково. Чтим их, возрождаем, потому что мы любим футбол и хотим, чтобы наш город возрождался как футбольная столица Московской области. Щелковский клуб официально приняло в «Спартаковскую семью» физкультурно-спортивное общество «Спартак» имени Николая Старышева. Не просто разрешили, а даже потребовали использовать в символике легендарный ромбик. Его интегрировали в исторический Щелковский логотип и официально зарегистрировали в Минюсте. Команду сформировали из лучших игроков других щелковских команд и из 18-летних выпускников тренера Щелковской спортшколы Олимпийского резерва Дениса Кнителя. Сам же он и возглавил новую команду. Денис – бывший игрок сборной Таджикистана, а главное – он щелковский «Спартаковец». Выступал за наших с 2003 по 2008 годы. Естественно, мы пригласили опытных игроков. Это Александр Меделяев, всеми известный Паш Смеян. Ребята – футболисты Сачкаловской, Ковязин, Каримов и многие другие игроки. Павел Христолюбов. То есть у нас есть костяк команды. Это опытные ребята, уже давно играющие в футбол. Что же касается финального матча турнира на Кубок «Спартака», то игра держала в напряжении до последнего. Фрязинцы забили гол с пенальти, но красно-белые, благодаря двум голам Павла Смеяна, смогли вырвать победу 2-1. Игра прошла достаточно хорошо по плану. Сзади отыграли в обороне практически на ноль, если бы не пенальти. Опасности у ворот не было. Ну, спереди, что создали, то забили. Еще один гол забили, с офсайда отменили. В общем-то, игра в принципе была хорошая, интересная, с накалом, борьбой. Мы им и выиграли. Третье место на турнире заняла команда «Озера Сити». Гостеприимные фриановцы остались четвертыми. Помимо командных призов и комплектов медалей, оргкомитет турнира вручал и индивидуальные призы. Лучшим игроком признан спартаковец Павел Смеян. Уже через несколько дней возрожденный ФК «Спартак» Щелкова начнет выступление в Лиге Б первенства Московской области. Там же, кстати, будет играть и фрязинский олимп. Щелкова! Ирина Микеда, Екатерина Чен, Щелковское телевидение.